МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем педагоги предлагают занять детей и что выбирает автогигант? Почти юбилей! Ровно 49 лет назад началась всесоюзная ударная комсомольская стройка. Стройка КАМАЗа. КАМАЗ организовал, а сборная автогиганта приняла участие в 4-й конференции мастеров и бригадиров и межотраслевой олимпиаде. По традиции соперники КАМАЗа непростые. Нижнекамск нефтехим, Зеленодольский завод имени Горького, группа ГАЗ, а также Казанский авиационный завод имени Горбунова. На всех основных мероприятиях, которые были организованы в рамках Дня мастера и бригадира на КАМАЗе, работали наши корреспонденты. Показать, кто лучше справляется со своими обязанностями, участникам представила ВМЦПК. Для каждого из них олимпиада – возможность обмена опытом и предложениями. Интересно, конечно, увлекательно. Общение с другими подразделениями, с другими заводами. Проведение этого конкурса, оно своевременно и необходимо. Команды наши представили в основном из молодых специалистов, ребята с производства. Специальной подготовки к Олимпиаде не требовалось. Мастерам предоставило показать знания в области управленческих компетенций и организации производства. Командам по шесть человек нужно было, ни много ни мало, собрать самолет. Формат меняется каждый год для того, чтобы попробовать разные варианты. И чтобы интерес был у мастеров, действительно, каждый год, чтобы новые, чтобы к этому мероприятию люди готовились в процессе всего рабочего года, чтобы сюда, уже на Олимпиаду попали лучшие мастера и бригадиры. На следующий день в рамках конференции прошла встреча участников и топ-менеджеров «Автогиганта». Каждый мог задать интересующий вопрос. А их у гостей было немало – от снижения затрат до планов КАМАЗа на будущий год. Мы заложили первые автомобили К-5. Это автомобили нашего завтрашнего дня. Кто здесь причастен к этому, я прошу, приложите все интеллектуальные слова, душевные слова, чтобы этот наш продукт хорошо пошел в рынок. До 2022 года у нас кабина 54-90, она будет жить. Значит, на следующий год мы планируем около тысячи автомобилей выпустить с кабины САВТИПИ. Ну, считайте, что с кабиной Аксоровской мы выпустим не менее автомобилей, чем в этом году. Завершением четвертой межотраслевой конференции стало награждение лучших мастеров и бригадиров. Так, 20 заводчанам автогиганта присвоено звание почетного работника. Определили и победители конкурса «Лучший мастер по профессии-2018». Ну, а главным призом по итогам Олимпиады была награждена команда управляющей компанией группа «ГАЗ». Алсу Валеева, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Вести КАМАЗа. День мастера и бригадира отпраздновали и на пресс-ворамном заводе. В числе лучших оказался и 30-летний мастер цеха изготовления штампов Рамиль Габдулхаков. На КАМАЗе он работает 12 лет. Начинал как слесарь-инструментальщик, а сейчас состоит в кадровом резерве компании. Бригада под руководством Рамиля обеспечивает штампами основные производства ПРЗ. Наша съемочная группа застала мастера в парадно-выходном виде. Ну, праздник же на заводе. Разделила с ним радость торжественной церемонии награждения и отправилась изучать штампы. Легкой походкой, словно по сцене, он шагает по производству. И так приятно разделить радость теми, кто входит в его дружную 114-ю бригаду. Он у нас очень тактичный, умный. Мы его любим, уважаем. Хотя молодой, бывает и строгий. А без этого нельзя. В бригаде Габдулхакова сплошь опытные фрезеровщики и токари. От них зависит, насколько качественно будут обработаны штампы. Совсем скоро прибудет на участок новое оборудование – два вертикально обрабатывающих центра «Хюндай». Радует то, что благодаря этим станкам у нас увеличится производительность и качество выпускаемой продукции. 114-я бригада внесла свой вклад и в проект по созданию новой рядной «Камазовской шестерки». Команда изготовила один из самых крупных штампов. Для подона – подвигатель Р6. Рамиль Габдулхаков не раз подчеркнул профессионализм рабочих. Требуется умение чтения чертежей, конструкторской, технологической документации. Без этих знаний не смогут просто работать по этой профессии. Сегодня молодому мастеру на производстве интересно все. Гордится, что прессоворамный причастен к созданию новой кабины К5. Первый раз я на данном предприятии, прессоворамзаводе побывал. Будучи еще школьником, на день открытых дверей, тогда у меня еще отец трудился в цехе окраски номер один. Впечатления были, что это очень большой завод, гигант, можно сказать. Тогда Рамиль решил, что пойдет по стопам отца. Здесь, на КАМАЗе, я получил свое призвание. У меня не было такого за все время работы на КАМАЗе, не было такого, что я пожалел, что я пришел на КАМАЗ. И никогда не было желания уйти с КАМАЗа. Кристина Маматова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. КАМАЗ уже не первый год ведет активную работу по поляризации рабочих специальностей. Конкурс профориентационных проектов среди образовательных организаций города – одно из звеньев хорошо отлаженной цепи в подготовке будущих специалистов. В этом году на суд жюри было представлено 50 проектов, 32 из которых были отобраны в заочные этапы, только 9 из них дошли до финала. Как проходила защита работы, кто в итоге получит финансирование – в нашем репортаже. Три детских сада, школа, колледж, высшее учебное заведение и учреждение дополнительного образования. Каждому на защиту проекта дается 5 минут, затем ответы на вопросы членов комиссии. Основные критерии, которые интересны КАМАЗу – это тиражируемость тех практик, которые предлагает образовательная организация, охват детей и методически интересные разработки для этого тиражирования. Играя, мы познаем мир. Вот и специалисты Кванториума предлагают школьникам младших классов узнавать секреты КАМАЗовских профессий также через игру. Для этих целей они разработали специальные наборы – инженерумного дома, картограф, автомобилестроитель, окончательное формирование которых и просят профинансировать КАМАЗ. У нас, в общем-то, есть сотрудничество со школами инженерных классов к нам приезжают, есть школы, которые сотрудничают с нами уже третий год, и есть дети, которых мы набираем просто во время неоткрытых дверей. В общем-то, мы хотели бы, чтобы та масса, которая просто приходит из города, узнавая это из социальных сетей, становилась все больше, а теперь будут узнавать благодаря конструктору и профессиональным пробам. В итоге строгая жюри отобрала только пять проектов, реализации которых будет оказана поддержка. Это работы детских садов номер 20, 36, 30-й школы, а также Кванториума и Огнива. Стоит отметить, что все они в первую очередь направлены на создание и улучшение технической базы учреждений. Дети должны по восходящей идти. Вот в садиках уже есть направленность того, что современные оборудования, технологии. Дальше еще выше ступень школы, еще выше ВУЗ, и потом уже на заводе не должно быть как минимум то же самое, что видели в ВУЗе, а лучше, конечно, даже еще и более высокие технологии. Победители конкурса могут рассчитывать на гранты в сумме более одного миллиона рублей. Кому-то покажется, что это немного, но зря, ведь это только начало. Хотя бы потому, что прошедший конкурс вовсе не последняя профориентационная акция. Екатерина Романова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Всероссийская автомобильная и заводской команде 30. Синяя Армада отметила свой юбилей. Празднование этой круглой даты КамАЗ-мастер растянул на весь год, а ярким финалом стал торжественный вечер в органном зале, где теплые слова поздравлений звучали в честь не только сегодняшнего поколения гонщиков, но и ветеранов, первой и единственной в стране заводской командой, которая стала лучшей в целом мире. В числе гостей праздника были первые лица Автограда и президент республики. Это сейчас они гордо представляют страну на мировой арене. А 30 лет назад это была только что зародившаяся заводская команда, чье имя еще предстояло узнать всему миру автоспорта. В этой истории большой спортивной семьи самая главная команда. Находясь в команде, наверное, я думаю, что надо помнить о том, что ты именно находишься в ней. Вот это чувство, когда ты находишься в команде, тебе дает большую ответственность. Сегодня они обычные именинники в костюмах и галстуках. Шлемы и карты дорог оставлены дома. Празднование юбилея прошло как встреча старых друзей и коллег, которые всегда делят опыт, победы и поражения поровну. Мы гордимся тем, что мы дали нашему родному заводу, нашей республике, нашей стране, нашему российскому автопрому. Он есть, он еще добьется больших юзерприздатов. И мы все очень гордимся, что у нас такая команда. По факту заводская команда давно стала сборной нашей страны. И мы несем флаг России, флаг Татарстана очень высоко. И можем сказать, да, мы лучшие. Со знаменательной даты поздравил команду и Рустам Миниханов. Механики, конструкторы, штурманы и пилоты удостоились государственных наград. Кроме того, команда получила и специальную лабораторию в подарок. Благодаря вашим победам машина марки КАМАЗ и непобедимая команда КАМАЗ-Мастер знает и уважает во всем мире. Уверен, вы и в дальнейшем будете радовать нас своими высокими спортивными достижениями. Желаю вам удачи, здоровья и новых побед. И новые битвы уже не за горами. С 6 января команда начинает новую гонку в главном ралли-марафоне зимы Дакаре-2019. Маргарита Кузьмина, Любовь Захарова, Ильнар Мустафин, Вести КАМАЗа. 49 лет назад, 13 декабря 1969 года, на строительной площадке будущего завода по производству грузовиков был вынут первый ковш грунта. С тех пор и ведется отчет исторической хроники КАМАЗа. В память о том событии остались фотографии. Но у нас телепрограмма. И получается, что, совсем нечего показать? Ну, не совсем так. Вести КАМАЗа по меркам телевидения проект молодой. Но у него был предшественник телепрограммы «Челнинский проспект». И вот мы решили, что год до юбилея – хороший повод сдуть пыль с наших архивов. Сегодня в программе сюжет, который вышел в эфир в декабре 1996 года. Покажем его без купюр, чтобы напомнить или кому-то впервые рассказать, чем жил КАМАЗ 22 года тому назад. И это, кстати, тоже уже история. В отделении КАМАЗ «Дизель» в середине декабря ожидается событие, которого ждут не только камазовцы. Это пуск сборочного конвейера по месту его прежней прописки в корпусе завода двигателей. Сразу после пожара в 1993-м, по мере разборки завалов, уцелевшие части двух сборочных линий были тщательно проверены и вывезены на свободные площади завода микролитражных автомобилей. Вместе с ними туда временно перешли лучшие заводские инженеры и рабочие. Годы кропотливого труда завершились созданием нового конвейера, в работоспособности которого убедились не раз в ходе пробной сборки камазовских моторов. Тем временем в главном корпусе завода двигателей готовился фундамент. И вот свершилось. Вся нынешняя осень была посвящена перемещению главного конвейера в родные пенаты. Близко к сердцу принимает это событие ветерана завода. Руки приложили, сейчас народу тут пройти нельзя. Все кипит и все вспоминается в 70-е годы. 74-й, 75-й. Как здесь тоже так же было, одинаково, как сейчас. Ну я думаю, что соберем и запустим. Вот здесь звенят. Ребята уже звенят, но это пусконаладка пока. Но все равно пойдет, конечно. Надо приложить руки и все будет нормально. Строго говоря, новый конвейер не повторяет на все 100% тот, который стоял здесь до пожара. Он восстановлен с учетом возросших требований к качеству выпускаемой продукции. У него уже и внесены новые технические новшества, которые отвечают современному уровню технического прогресса. Это в первую очередь релейные схемы управления заменены на контроллеры. Соответственно, внедрены автоматические системы управления за моментами затяжки. Применены новые, более современные пневмогайковерты. Ну и поэтому новый уже запускаемый конвейер будет отвечать более высокому техническому уровню и позволит собирать более качественные двигатели. Боли от потерь с годами утихают, раны со временем заживают. И жизнь продолжается. Тем она и прекрасна. Время такое владеет. Радостные, волнительные. Рядом шлифуют, рядом долбят, бетоном заливают сверху, варят. Снова аврал. Аврал, да, аврал. Ну я думаю, что аврал кончится. И потом вы еще раз придете, когда будет у нас чисто, светло, тепло и сухо, и все будет шуметь. А еще год назад и также в декабре на заводе двигателей состоялся тестовый пуск линии сборки новых шестицилиндровых рядных двигателей. В общем, 12-й месяц для КамАЗа – месяц особенный. Поэтому продолжаем следить за его событиями. А встречаемся 24 декабря в 18.00 на телеканале Челны ТВ. И не забывайте про наш информационный портал вестикамаза.ру. Новости автогиганта и города там обновляются ежедневно, без выходных. На этом нам Павел Михно. И Ксении Чернильцевой остается только попрощаться. Всего доброго. До свидания.